Приветствую вас, Альбина. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что во многом ваш вопрос, ваша проблема связана с как будто бы некоторой идеей безысходности. Тревоги, страха, например, страха одиночества и опасения, что вы не найдете такого мужчину, больше. То есть как будто бы здесь замешана ваша собственная тревожность здесь. Как будто бы замешаны ваши собственные переживания. Но при этом вы со своим мужем выстраиваете отношения достаточно, ну вот знаете, в таком, я бы сказал, да, одностороннем порядке. Вот, то есть вы предлагаете жить вместе ему только потому, что у вас там растет сын, да. Ну не, потому что между вами, например, есть, допустим, некоторая там химия, между вами есть некоторая синергия и так далее. Вот. То есть вы предлагаете, по сути, жить ради ребенка. Вот. На мой взгляд, это тупиковый путь, потому что нельзя адекватно и хорошо, на мой взгляд, жить ради кого-то. Дети достаточно хорошо, как правило, чувствуют подобное. Ну, то есть вот, когда ради них еще живут. Ну и в целом, это некоторая жертвенность, которую вы призываете своего мужа, да, она выглядит довольно сомнительно хотя бы, потому что человек должен, ну, поставить себя на второе место, да, условно говоря, ради семьи, вот. При том, что между вами, вероятно, есть конфликт. Вот. Что еще выделяется в вашем тексте? Понял и то, что вы как будто бы достаточно пассивную роль отводите себе в этой ситуации, то есть вы говорите, что он нас отвез, нас привез. Вот, как будто бы своей позиции у вас нет или она выражена достаточно слабо. Ваши позиции. Вот давайте. Начинаем. Знаете, на нашей семье пищевые три года и сын два с половиной года. Ну, здесь, здесь все, конечно, сразу как-то вот бросается в глаза, да, то, что, вот, вы говорите про нашу семью. Сейчас вы говорите, что наша семья сколько-то времени, вот. Семья это, ну, союз людей, но это все-таки союз именно людей, вот. И, важнее, что вас, что вас, как мне кажется, что вас, важнее, что вас объединяет с вашим мужем, а не сколько лет в вашей семье. Вашей семье может быть больше, может быть меньше, но, если объединяющих факторов мало, то, скорее всего, не имеет значения. Сколько в вашей семье лет. Вот. Вы пишите, а вместе мы, тем не менее, не проживаем. Мы живем с мамой, мы с моими родителями в деревне за третий километров друг от друга. Как так получилось? Поначалу это выглядело, как временные трудности планировали сделать ремонт временно, пожить время моей бабушке все равно дом пустует. Но в ходе ремонта у мужа с моим отцом появились равногласия, и ремонт остановился. Спустя время, видя, что муж ничего не предпринимает, мой отец подтолкнул его к идее снять квартиру. Я здесь не очень понял, во-первых, какие конкретно равногласия вы о чем? Это первое. По поводу всего равногласия, что я должен предпринять муж. Как отец смог подтолкнуть вашего мужа к тому, чтобы он снял квартиру, если у них родногласия? То есть это вот, честно говоря, то, что я не очень здесь понимаю. Какое вы участие принимали в этом и принимали ли? Я имею в виду конфликты в этом аспекте, в этих моментах. Дальше. Так. Стали жить на съемной, но муж понимал, что финансово не подтолкнулся, в итоге отвез нас обратно. Ну вот. А вы как бы на это не влияете. В общем, аргументировал тем, что я его не устраивал. Стали жить с реберком после работы и прочее. А как вы сами-то к этому относитесь? Ну то есть вы согласны с тем, что заставляли мужа шикариться в горку и так далее? То есть как вы сам относитесь к этому? У него есть претензия, что вы его там заставляете плюс-минус делать то, что ему не нравится. Как вы к этому относитесь? Ведь, ну вы наверное понимаете, что его, допустим, претензии сами по себе не уйдут. Что он недоволен, что ему что-то не нравится, что он, ну очевидно, будет настаивать на том, чтобы вот что-то изменить. Да. Дальше. На данный момент прогнозы мужа таковы, что минимум три года он будет с детьми до сих пор, пока не заработает на новый дом. Но матер эту решить не хочет, поскольку он считает себя там хозяином. Это правда. Ставция безвыходная. Безвыходная для кого и чем. Вы постарайтесь вот пояснить немножко эти моменты, потому что, когда вы говорите, что безвыходная, да, не совсем понятно. Безвыходная для кого, безвыходная чем. Вот. Важно, чтобы вы постарались на это обратить свое внимание. Если ситуация безвыходная для вас, нужно постараться выяснить, чем она безвыходная для вас, чем ее безвыходность для вас. Вот. Ну, у мужа есть некоторые претензии. Вам не совсем понятно, как вы к этому относитесь. Отдаете ли вы себе отчет, например, в том, что эти претензии имеют место быть? Отдаете ли вы себе отчет в том, что это вот то, что не нравится вашему мужу? Мне нравится. И это нормально. В принципе. Вот. То, что у вас разные ценности, то, что у вас разные взгляды, разные приоритеты. Вот. Понимаете ли вы сами, что это так? И не пытаетесь ли вы унифицировать это? То есть другой вопрос. Дальше. Так. Могли бы жить вместе с нему и у мамы, но она нас не пускает, поскольку ей некомфортно. Это нормально. Потому что они оба не видят проблем в том, что наша семья живет раздельно. Как убить мужа в том, что жить вместе с необходимыми с меня, а к тому же у нас растет сын? Никак. Вы задаете себе такой вопрос. Зачем вашему мужу с вами жить? Зачем? Вот. Мотивация. Ну, мотивация, скажем так. Да? Вот. А вот на этот вопрос, мне кажется, вам нужно себе ответить. Вот. В первую очередь. А то пока мотивация совсем ясна. Вы хотите, чтобы ваш муж с вами жил, да? Ну, не всем понятно, во всем это ему. И, ну, кроме вот сына, ну, как бы. К сыну у него отношение такое себе, что это к сыну. Вот. То есть, как-то к сыну он относится не очень хорошо. И, опять же, это вопрос к вам. Хотите ли вы, хотите ли вы, что вы с вашим сыном был такой человек, который вот не очень-то, почему к нему относится. и говорить, что он предъявляет пациенты за то, что вы требуете с ним сидеть и так далее. Вот. То есть, у вас конфликты сможет. У вас нет доверия, нет близости. Вот. Ну, как мне кажется, есть некоторые трудности с общим, то есть, ну, как будто бы общего мало. Понимаете? Убеждать просто чисто ради семьи человек, ну, это, мне кажется, странно. Как минимум странно, потому что, как-то сам человек, его личность, в таком случае, при таком подходе вообще не учитывается. Вот. И общение, оно становится каким-то искусственным. Ну, вот. Что подсознательно, наверное, и чувствует ваш муж, и старается этого избежать. Так. Как убедить? Никак. Быть может, стоит поразать. Сестры Горько предлагают муж. Может быть, стоит решать вам, как себя вести в такой ситуации. Вести себя, чтобы что. Если вы хотите быть мужем, вам нужно заближаться. Мужем я люблю как-то проявляться. Не хочу разводиться. Кто говорит про развод. У него много положительных качеств, но порядочные, трудно встретить такие. То есть, вы цепляетесь за него, как будто. Вот. Знаете, да. Вот. Как будто. Как будто это, вот. Последний шанс. Понимаешь? Знаете? То есть, как будто бы вы не столько видите своего мужа, да. Сколько вот то, что вот, ну, такие, такие, такие сейчас редкость. Вот. Поэтому я буду, начать, ну, пытаться, буду его как-то удержать, потому что вот порядочных мужчин сейчас мало. Понимаете? Вот. О чём вы говорите здесь, к сожалению. О том, что вы своего мужа как индивидуально, как личности не воспринимаете. К сожалению. А воспринимаете как того, кто может обеспечить вас, обеспечить вас стабильностью, порядочностью. Из-за сложившей ситуации, периодически срываются и говорим неприятные вещи от безысходности. Ну, из-за этого можно иногда поработать с ощущением безысходности вашей, с вашей тревогой. Вот. С этими моментами можно поработать, если вы этого хотите. Вот. То есть, больше внимания вам нужно, на мой взгляд, уделять себе. Вот. А не муж, не муж, в смысле. Вот. Сейчас вы как будто бы жертвуете собой и всем ради семьи. Никогда, никогда ничего хорошего из подобных вещей не получалось. Никогда ничего подобного не происходило, когда люди с собой жертвовали. Вот. Поэтому, то что вы сейчас это делаете, ну, на мой взгляд, это из страха, на мой взгляд, вы это делаете из страха. Вы боитесь остаться одна, вероятнее всего. Вот. И мне кажется, что с этим можно и нужно работать. Вот. 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 Ну, естественно, если вы хотите этого. То есть, естественно, если вы хотите что-то менять, потому что не сложно увидеть, что вопрос ваш, он в большей степени про мужа, чем про вас, как убедить мужа, как вести себя. Но не как разобраться в себе, не как увидеть свои трудности. А ведь они, ваши трудности так же связаны с тем, что вы все целые свою жизнь ставите в зависимость от других людей. Вот от мужа, от сайта и так далее. Вот. В том, мне кажется, и основная ваша трудность и проблематика. Вот. Думаю, в какой-то степени научение самостоятельности, для вас, является хорошим путем решения проблем, которые сейчас вы его видите, чувствуете. И муж, скорее всего, лучше бы к вам относился, если бы, там, чувствовал бы, что вы в большей степени независимых, ну, от него, чем сейчас. Ему бы это просто, ну, больше бы нравилось. Вот. Потому что сейчас он чувствует, что вы от него зависим. Что-ли-что. Вот. Не каждому человеку это, ну, может понравиться. Вот. Не каждому человеку. Вот. Ну, может понравиться. Не каждому человеку. У меня такое ощущение, что вы можете быть независимым от него. И это, на мой взгляд, неприемным. Вот. И это, на мой взгляд, неприемным. И это, на мой взгляд, чтобы повысить ваш уровень. Независимо от мужа. Вот. А в том, что я вижу, что я вижу, чтобы увеличить степень вашей опоры на себя саму. Вот. Сейчас это вам практически не происходит. Поработать с вашими страхами. И с тем, что вы можете демонстрировать своим близким, в частности, своему мужу. Если вы ведете себя только как жена, да, или только как мать своего ребенка, то, к сожалению, это скорее плохие для вас новости, чем хорошие, потому что это напрямую влияет на связь между вами и вашим мужем. Связь становится беднее, связь становится тяжелее, но вот. Связь становится очень зависим от внешних факторов. Вот. Следующее, это личные границы с вашими, с вашими родителями. То есть у вас очень много завязано на ваших родителях, как будто бы, к сожалению. Вот это, это я бы не сказал, что приемлемый муж говорит о том, что он не чувствует себя хозяином и в общем и целом. Его, ну, 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 его можно понять. Вот. Вопрос в том, как вы к этому относитесь. Вот. Теперь есть у меня такое ощущение, что в какой-то степени вы решаете все за него, вот, то есть вы говорите, там, могли бы пожить у мамы, там, и так далее, вот, но чего хочет ваш муж, чего хотите вы. Понимаете ли вы, чего каждый из вас хочет? Вот это все. Вопросы, на которые, мне кажется, нужно ответить. Ну, конечно, ключевой момент в том, что вы практически не опираетесь на себя. Вау. Ну, вопросы. Принятие решений. Вот. А, такое ощущение, что ждет, что кто-то решит за вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я всем буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!